Второй вариант. Вторая теория. «Савитар» — это Барри Аллан, флэш из будущего. Эта теория имеет комикс-прототип, эта теория имеет обоснование в самом сериале. На протяжении как первого, так второго, так и показанных серий третьего сезона повторяется ситуация, что Барри Аллан хотел как лучше, но накосячил. Барри Аллан хотел как лучше, но накосячил. И снова накосячил, и снова открыл брешь между мирами. Пришел Зум. Зум убил немеренное число людей, тех же полицейских, привел кучу опасных металюдей и так далее. То есть потенциально и реально от действий Барри Аллана вреда больше, чем пользы. То же самое в третьем сезоне. Он искалечил жизнь Циска. Он потенциально, возможно, ответственный за метаморфозы, происходящие с Кейтлин. Он искалечил жизнь воли Весту, который получил воспоминания о том, что он был флэшем во флэшпоинте. И он искалечил жизни всем другим металюдям, которые попали под влияние алхимии. Ну а возможно искалечил жизни и целому ряду других людей, которые просто не могут вспомнить о том, что их жизнь искалечена. И плюс, возможно, искалечил жизнь алхимии и Савитару. Таким путем то, что флэш через несколько или несколько десятков даже сезонов поймет, что его действия несут больше вреда, чем пользы, и решит себя остановить, это также имеет некую логичность. А дальше, здесь может быть также аналогия с Зумом. Допустим, какая-то из временных копий флэша бегала, как-то их пути с другими версиями флэша разошлись, и мы знаем, что от убийства своих же копий спидстеры не умирают. Таким путем можно предположить что угодно. Или что выжила какая-то версия из копий Барри Аллана из прошлого, или что эта копия будет создана в будущем, и костюм, допустим, сделан так, чтобы сохранить, как-то экранировать, как-то защитить Барри Аллана от того из будущего, или же ему вообще всё равно. Но снова, он пока ещё как бы себя не убил в сериале, поэтому понять, насколько он сам, ну если это, если Савитар это он, то есть насколько Барри Аллан для Савитара важен и нужен, пока непонятно. Поскольку Савитар приготовил остриё на своей левой руке, чтобы проткнуть Барри Аллана, то, возможно, Барри Аллан для него вообще не нужен и не важен, и он его убьёт сразу. А может, чтобы помучать, чтобы разогнать. Правда, глупо будет предположить, что и в третьем сезоне Антагонист будет делать всё, всё только для того, чтобы ещё сильнее разогнать, ещё сильнее усилить Флэша, и, допустим, как-то его использовать. Это было глупо и в двух предыдущих сезонах. К примеру, тот же самый Элберт Тоун мог спокойно доживать, если он уже прожил и так лет 10. В нынешнем он спокойно мог бы дальше жить в нынешнем, и, имея свои превосходящие знания из будущего, становиться всё более и более гениальным и богатым человеком в настоящем. А позднее дождаться тех же самых легенд или каким-то другим путём отправиться в то же будущее, хоть зачем, оно ему не совсем понятно. Также, если Зум мог нормально разделяться и существовать в нескольких версиях, совершенно непонятно, что ему мешало бежать не на пару с Барри Алланом, а со своими разными версиями. Или что ему мешало пробежаться по всей мультивселенной, найти ещё таких же припадочных, как он сам, и вместе с ними бежать. Или найти какой-то способ контролировать разум того же Флэша. Ну ладно, это всё как бы, даже претензия не к Зуму, это всё претензия к сценаристам, с, как я считаю, их сценарной ленью. Поэтому будем считать, что независимо от того, или Савитар это Барри Аллан из будущего, или это кто бы это ни был, будем считать, что или у него свои дела, и Барри Аллан ему не мешает, но и не нужен, или же ему нужно убить Барри Аллан. В противном случае будет снова бред, будет снова кошмар, где он чуть ли с антагонистом не будет становиться другом, но в конце будет его побеждать. Ведь с Зумом они тоже, в принципе, достаточно хорошо подружились, даже под конец. Зум его учил, дебил Зум! Это я ещё при просмотре прошлого сезона думал, дебил Зум, ну зачем ты его учишь делать временные копии? Ну и также обратный Флэш, что Флэш настолько с ним подружился, что даже во втором сезоне бегал в прошлое, чтобы поучиться у обратного Флэша. Если здесь опять такая же история повторится с Савитаром, или какая-то модификация этой истории, просто будет настолько мерзкий бред, что я даже, возможно, и не буду смотреть четвёртый сезон. Я и так этот сериал смотрю так, что когда я что-то набираю на компьютере, или редактирую тексты, ну, время от времени перехожу на ту вкладку, где у меня воспроизводится видео, ну, в основном слушаю, а не смотрю, точнее сказать. Ну, да, вот когда Савитар появился, я возвращал обратно и перематывал, и замедлял, и рассматривал все детали. Это было. А так вообще много там неинтересного, не важного и не связанного с полётом научно-фантастической мысли. Ладно. Барри Аллан из будущего под маской Савитара. Да, Флэш из будущего синий. И по комиксам он реально дрался, приходил в прошлое, чтобы убить Флэша из настоящего. Поэтому тут всё сходится. Дальше. Гарп, новая версия Гаррисона Вэллса, тут упоминает о горилле Гроди. И пока непонятно, он упоминает о нём в негативном или в позитивном ключе. Кроме того, в комиксах есть ситуации, когда синий Флэш, ну, Барри Аллан, но уже в состоянии синего Флэша, дрался с гориллой Гродом. Я не знаю пока. Это намёк, это отсылка, это пасхалка, это просто совпадение или как. Но такую информацию довожу до интересующихся. Некоторые в интернете считают, что эту теорию опровергает то, что Барри Аллан из будущего, точнее из 2056 года, оставил своё сообщение Рипу Хантеру. Ну, я считаю, что это вообще ничего не опровергает и ничего не подтверждает. Почему это ничего не опровергает? Да просто потому, что неизвестно, из какой временной линии это делал Барри Аллан. Неизвестно, в принципе, зачем он это делал. Неизвестно, при каких... То есть ничего неизвестно. И, допустим, можно предположить, что Барри Аллан из настоящего случайно отправился в будущее, увидел там какие-то проблемы и поэтому обратился к Рипу Хантеру. Можно предположить, что Барри Аллан раздвоился и не общался со своей копией настолько долго, что он без силы спидфорса остался жить в будущем, а его копия с силой спидфорса вернулась в нынешнее. Можно предположить все, что угодно. С другой стороны, это не подтверждает ничего. Это не подтверждает даже предположение, что Барри Аллан дожил до 2050-х годов, 2060-х годов просто по той причине, что он мог прибыть из прошлого туда. То есть пока эта информация никак не входит ни в конфронтацию, не в взаимодействии, а с теорией о том, что Савитар — это флэш из будущего. Но и не факт. Я не склоняюсь к этой теории. Поэтому переходим к третьей теории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!